Здравствуйте, у меня есть вопрос. Как по теории приталкивания работают черные дыры? Почему они засасывают в себя материю, а не отталкивают ее от себя? Ведь бывают такие черные дыры, у которых силы отталкивания должны быть намного больше, чем сила отталкивания космоса. И как они вообще образуются, если по теории притяжения они образуются под действием сил гравитации? И как Эйнштейн мог доказать их существование с помощью формулы на основе теории относительности, которая работает на основе силы притяжения, если на самом деле во Вселенной работают силы приталкивания? Очень хороший вопрос для тех, кто нас смотрит, уже просто трудно не засмеяться. Ну давайте попробуем все-таки, хоть понятно, что ситуация смешна, давайте попробуем ответить. У меня есть вопрос, как при теории приталкивания работают черные дыры. Вы многократно во многих фильмах объясняли, что черных дыр в природе нет. Они работать не могут ни по теории приталкивания, ни по теории притяжения. Это невозможный с физической точки объект, потому что невозможен сам принцип формирования черной дыры, невозможно искривление пространства. Как и почему невозможно, мы тоже уже много раз объясняли, потому что у пространства элементарно нет той штуки, которая может искривляться, нет такой части пространства и так далее. То есть просто фальсификация. И все данные по черным дырам это фальсификация. Почему они засасывают в себя материю, они отталкивают от себя. Физически невозможный объект не может ни засасывать в себя материю, ни отталкивают. Ведь бывают такие черные дыры, у которых силы отталкивания должны быть намного больше. Черных дыр не бывает. Есть собственные сил, про которых вы рассказываете, тоже не бывает. И как они вообще образуются, если теория притяжения, они образуются под действием силы гравитации. Они не образуются фактически, но сказка, которая про них рассказывает, она повисла между ньютоновской теорией и невышептанной теорией искривления. Вот есть материал ньютона, где есть формула тяготения, в которой мы можем поставить значение, поставить расстояние до центра масс, до непосредственной массы, которая оказывает воздействие. И есть теория относительности, которая как бы бормочет об искривлении пространства-времени и пространства в частности, но не может вышептать, не может вышептать формулы кривизны от расстояния и от массы. И они просто сгусток бреда выдают, зависают между Ньютоном и Эйнштейном и рассказывают сказки, по которым образоваться вообще в принципе ничего не может. И как Эйнштейн мог доказать их существование? Эйнштейн не мог доказать существование. Эйнштейн вообще ничего не доказал. Эйнштейн просто набормотал теорию, которая не является научной по своему содержанию и форме. Метод, которым она накрябана, метод фальсификации предметов счета, является ненаучным. Метод постулирования не является научным. То есть этот продукт не является научным. Это вот брехня такая. Континумный метод не является научным. Это брехня. То есть вот континуум ерунда, фальсификация предмета счета ерунда и постулирование этой ерунда. Трижды ерунда, выдаваемая за науку, которую протянули в наше информационное поле и до сих пор выдают за науку. И всех это балбесов носятся с этой неадекватной теорией до сих пор и рассказывают сказки, что что-то доказано, что формула имеет отношение к чему-то, что что-то поправлено. На самом деле это просто все безграмотнейшее брехня и вранье. Это жулики. Вот жулики современности, которые не создали ни одного технического устройства, которое работает на основе силы притяжения, если на самом деле во Вселенной работают силы приталкивания. Вселенная действительно работает только силой приталкивания, и на ней держится вся гравитация. Это доказанный факт, научный факт. Только непонятно, как если вы смотрите наш канал, как у вас эти вопросы возникают. Дайте одним глазом смотрите, или мы мало об этом рассказываем. Мы как бы все про это уже рассказывали многократно, и даже непонятно, как быть с такими вопросами. Ну, так, для вежливости ответили, больше не будем на них отвечать. На вопросы, не бывших на собрании, отвечать не будем. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Держите голову в чистоте, соблюдайте законы логики, помогайте распространять информацию, делайте что-то. Надо что-то делать. Научный Трибунал. Здоровья, счастья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok